С 1 января 2020 года Казахстан переходит на обязательное медицинское страхование. В настоящее время проводимая информационная работа с населением по разъяснению преимущества новой системы здравоохранения. О том, какая проделана работа в семье и насколько горожане готовы к внедрению медстрахования, стало известно во время специальной пресс-конференции. Внедрение системы обязательного социального медицинского страхования в первую очередь направлено на улучшение качества медицинской помощи и имеет ряд преимуществ для граждан. До старта ОСМС осталось меньше месяца. Для того, чтобы все медицинские услуги, предоставляемые в системе ОСМС, были доступными, важно каждому гражданину узнать свой страховой статус и прикрепиться к поликлинике. Определить статус можно в поликлинике по ИИН, либо в ЦОНЕ на портале ЕГОВ, запросив справку об участии в системе ОСМС. На сегодняшний день уже проведены все подготовительные работы, а сотрудники здравоохранения прошли аттестацию. Кроме того, были проведены информационные работы с горожанами и жителями сельских населенных пунктов. Эта система обязательного социального медицинского страхования, она очень мягкая. Буквально все риски она исключает. Практически охват идет по всем категориям населения. И самозанятые, и безработные, и работающие. То есть по всем направлениям идет большая работа. И информационно-разительная работа дальше еще будет продолжаться. В целом государство берет на себя обязательства обеспечения участия в системе ОСМС 15 категорий граждан, в числе которых пенсионеры, дети, многодетные матери, социально уязвимые слои населения. Гарантированно получать пакет страховой медицины могут и самозанятые граждане. Им необходимо платить единый совокупный платеж в размере 1 МРП в городе и 0,5 МРП в сельской местности. В семье уже более 900 человек внесли страховые взносы по ЕСП. Данный единый совокупный платеж включает в себя платежи, такие как индивидуальный подоход налог, обязательно пенсионные взносы, обязательно социальное страхование и обязательно социально-медицинское страхование. То есть одним платежом 1 МРП, 525 тенге, она распределяется на 4 вида налогов. Важно знать, что казахстанцы, независимо от участия в системе медицинского страхования, смогут получать услуги в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи. В нее входят скорая помощь, первичная медико-санитарная помощь, экстренная, стационарная и палиативная помощь, а также диагностика и лечение при социально значимых заболеваниях.